Девушки отдыхают Это уже куда больше похоже на Долоран, чем то, что было в оригинале Фокус, фокус, голема собрал Называется собрал Прикольно анимацию применили из оригинала Это чушь Значит, я попусту трачу время Больше не нужно прятаться, Джайна Он улетел Простите, учитель Я услышал ваш разговор и... Я и рассчитывал на твое любопытство, дитя Эти глупцы убеждены в том, что наступает конец света Это чё за крики в стиле Скайрима? Библиотека Прикольно Ещё вот это свечение синенькое Освещение Ходят слухи, что в северных землях свирепствует чума Вы думаете, это болезнь порождение магии? Весьма вероятно Вот почему ты должна отправиться туда И найти причину эпидемии Я договорился о том, что тебя будет сопровождать Один человек Да, учитель Я сделаю всё, что смогу Не сомневаюсь, дитя моё В добрый путь Блин, на фон вообще шикарно смотрится из окна Вот это размытое Такое такое Сплошным цветом, по сути Смотрится здорово Ну, а мы переходим непосредственно к главе Глава третья, пришествие чумы Тремя днями позже Артас и его солдаты ждали посланника Кирентора На перекрёстке королевского тракта в Альтеракте В Альтеракте Блин, в Альтеракте Так Ну давай Удиви меня Принц Артас Мы ждём уже несколько часов Вы уверены, что ваша знакомая всё-таки появится? Уверен Джайна всегда немного опаздывает Мы должны помочь ей Уберите меч, капитан Она сумеет постоять за себя Он ещё даже Огра не увидел Уже давай помогать ей Господа, я рад представить вам Мисс Джайну Праудму А воспитанницу Кирентора И самую талантливую волшебницу этих земель Ой, понты, понты Похоже, ты не потеряла своей хватки Рад тебя видеть, Джайна И я рада, Артас Давненько меня не сопровождал сам принц Да уж, пожалуй Кажется, нам пора в путь Насколько нам известно Чума зародилась к северу отсюда Мы должны осмотреть все поселения вдоль королевского тракта Ну что, в этот раз автор решил не тратить наше время На то, чтобы смотреть, как Джайна распризывает элементаля И она просто во время сценки это делает Ну окей Новый полугерой Здравствуйте, я полугерой, новая беханика Капитан Фаурик, стойкий полугерой Способный укрываться за щитом и наносить контрудар Атакует только наземные цели Капитан Марвин Ой, еще один Бойкий полугерой, обладающий способности Стойка дуэлянта и критический удар Атакует только наземные цели Секретная область и берег промозглого ветра Очень секретная Так Переводит в стойку дуэлянта Врон от этого воина будет учена Скорость стойки напилась Скорость движения снижена на 30% Ааа Нам нужно торопиться Вот как То есть на основе дефенда создали вот такую штуку А в каком месте урон его на 25% увеличен? Да, ваше сельство Слушаю Вон, на круто, здорово Отличный план Здесь 5 записей всего Разумеется Дальше что будет? 4 записи? Огр раздробленного хребта Да, ну что ж, давайте позабавимся Так, здесь Джани дали бесполезную дурю и буран Дурю и буран, да Буран и дух воды Он полезный, конечно, да Вот Буран не очень Давай Наноси удары, а Это забавно Где враг? Какой у тебя план? Свет дает мне силу С самого его отца Не нужно плавиться Ненавижу Я служу свету По имя права Не мешай мне думать Теперь я хочу Счетать больше фолиантов опыта Чтобы получить уровень Джани Это забавно О, спасибо, Кэп Где враг? А то я не знал Огова Огра раздробленного Чего-то там Уже забыл я Уничтожаем Конечно Получаем свиток исцеления Я могу помочь Гайна, кстати, фиолетовый Team Color здесь имеет Осталось от оригинальчика Разумеется Жалкий глупец Точнее, от отличия от оригинальчика, наверное Я позабочусь об этом Ух ты ж Сколько тут Шмоток расходников Ты сам напросил Да ты Что прикажешь Что прикажешь Ненавижу глупцов Я служу свету На плаще что-то написано Доверять можно Только людям Не знаю Какой-то неизвестный мне язык Я не могу это прочитать За честь и отвагу Так Хроники Антунидас Они получат по заслугам Ну что же, Антоха Что же про тебя тут пишут Антонидас возглавляет Совет Кирентора в Долоране Его считают одним из самых Могущественных волшебников Из ныне живущих Под его влиянием Долоран присягнул На верность альянса Против угрозы орков И любой другой Одаренный с самого детства Он быстро поднялся На самый верх Совета магов И стал лидером Города-государства Долоран Теперь он наставник Иноджайны Прауд Был одной из самых Многообещающих Волшебниц Восточных королевств Антонидас был очарован Литургии орков И посвятил значительное время Изучению природы И их состоянии Попыткам найти его разгадку Отличный план Конечно Ну что ж Самое время Теперь пройти К поселению И задаться вопросом А что тут Черт возьми происходит Отличный план За честь и отвагу Принц Артас С мостом что-то не так Ууууу Да Выпилили прикольную пасхалку С третьей главы К А ты, конечно, они ржут В ответ Так, что тут? Королевский тракт. Главный торговый путь между Вордероном и соседними княжествами, пересекнувшими на верность короне. Он тянется от Хилсбрада на юге, проходит через восточные леса и ведет к Стратхольму на севере. Эта сеть дорог способствовала процветанию торговли по всему Вордерону, позволяя торговать домашним скотом, продуктами питания, добытой рудой и безделушками на местных рынках. При исполненной решимости обеспечить безопасность своих граждан, король Терренусмен эти учредил местные войска, чтобы обезопасить дорогу от хищничества разбойников и троллей. Хоть они и хорошо обучены, их Денесос решил, чтобы защитить каждого. Гарглимел. А ну-ка, 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 ну-ка. Так, 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 так. Тут тоже должна быть пасхалка. О, она осталась! Давай бабки, слышь. О, еще деньги. Ты куда уходишь, а? Плюс один. Последний золотой отобрал. Все, походу. Эх, а вот раньше мы могли его крохнуть. Не нужно кланяться. Поздно просить пощады. А теперь не можем. Разумеется. По имя правосудия. Где враг? Все-то вам смешно, детишки. Вообще-то здесь принц Артас сам, собственной персоной, вместе со своей суженной Джайдой Прауд двор ходит на холени. Ладно. Поехали уже. А то мечтать не вредно будет. Перебить всех разбинников, устроивших налет. А, так теперь это разбойники, блин, устроили они какие-то твари. Одно из деревень Королевского тракта под угрозой. По сухам организованная банды разбойников регулярно устраивают налеты на поселение. Один из них может пройти в любой момент. У Сау Ордерона ликвидируйте преступника в защите крестьян. Разумеется. Ну, по логике мы сейчас должны встретить этот налет. Отличный план. Ну, вот. Его сложно пропустил. Разбойники. Спасайся, кто может. Перережем их все. Разумеется. Что ж такое, Марвин, а? Эй, фаурик. Ха-ха! У него голос величайшего парня у величайш... э-э-э-э-э-марвина. вот она к моему величайшего парня это было не сложно не нужно кланяться не нужно кланяться отвечу много рун падала я служу света обменяемся амулет энергия дам пожалуй артусы чтобы он чаще макия тиба это тут как видно очень нужно вот джайне пожалуй хватит манти интеллекта тем более немного урона лишнего тоже не помешает скрытая область или что интересно ох а я надеялся что хоть тут что-то будет вы ничего жалко свет дает мне силу за честь и отвагу за моего отца конечно кстати да чё нас никто не бога и на это странно сделано вообще задание вроде казалось бы должен быть логический конец ты сдался от угрозы а дальше что-то дальше нифига в розовеньком блин ходим и богатый что ли по имя права встречи конечно ладненько отличный план как следовать и дальше лорд неподалеку находится древний источник согласно легенде его святая вода способна исцелять рамы это может нам пригодится так регенерации забираем блин я только сейчас задумался почему же так быстро первые пять глав выпущена на вспомните сколько времени делались это принц артеда понял я сколько времени делались главы восходе орды пару лет как минимум точно и здесь первые пять глав тут работа сделано меньше на порядок не я не спорю ланд графика все это на уровне но что-то механик знаю как-то исход арты куда более проработанный был здесь как будто идеи что ли кончились и просто освежили рефоржит отличный план будет исполнена проклятые твари доверять можно только людям за моего книжка держи блин всего 50 опыта на честь и отвагу нафига они я бы уже себе почти третий уровень за имел джайна какой у тебя план разумеет не хочется буран хочется ауру гениальности с другой стороны походу я или все-таки до четвертом уровне прокачаю не на 3 конечно по вылезали со всех сторон а свет дает мне силу звучит неплохо проклятые твариц я служу свету отличный план принципе дошли до нашей первой конечной точки за моего отца скелеты уничтожить их немедленно отличный план чё где скелеты все такие вообще конечно разумеется не уйдёшь разумеется по имя право за честь и отвагу конечно свет дает мне силу отлично отличный план не нужно кланяться да сэр проклятые твари проклятые твари не нужно кланяться конечно силы я служу свету за честь и отвагу пригодится еще книга не мешай не думать свет дает мне силу они получат послугам я могу помочь я позабочусь об этом по имя правосудия разумеется как просто ладно что дальше кажется будто вся земля вокруг амбара пропитана смертью как ты думаешь может ли это зерно быть заражено чумой надеюсь что нет на ящиках печать андорала торговой столицы северных земель я даже представить себя боюсь сколько деревень будет охвачена эпидемией если зерно действительно отравлено жуть мертвец пробудился о нет свет испепелит тебя а ты кто такой здарова мир вам мы жрецы из кельталаса пришли чтобы исцелить эту землю мы высоко ценим великодушие эльфов земля вокруг второго амбара тоже заражена злом мы заглянем туда окей кто-нибудь ранен доверитесь добрил что тут экзорцизм снимает все положительные эффекты с противника оставить его на 2 секунды а затем сужает его скорость спряжения атаки на 2 на 2 чего о цель постепенно восстанавливается в течении 5 секунд наносит 200 урона нежити в исполнении маны исцеления получено подкрепление наук полу герой тельдонис а это кто тельдонис и такая тема да мой друг седой эльф с бородой жуть странно по моему я еще не видел эльфов с бородой жрец высших эльфов обладающий способностью восполнения маны экзорцизма может атаковать наземные воздушные цели так хорошо окей то есть в теории нельзя выбрать себе ну да ну да конечно хроники жрецы так жрецы знамениты своими навыками исцеления и защиты не смотря на то что жрецы сведущий в традиционной медицине они обычно используют дарованные светом силы для исцеления раненых и укрепления духа своих товарищей по оружию не смотря на указ анастериана солнечного скитальца короля у нас света многие добродушные эльфийские жрецы отказались покинуть своих союзников и остались верными духу и идеалам альянса кельтовас возможно уже не является частью альянса но многие из его жрецов навсегда останутся его частью где враг не нужно кланяться окей-докей посмотрим позабавимся поищем тут еще должен быть источник здоровья по имя права это какой-то кошмар кошмар некоторые горожане стали зомби после смерти да ладно будет исполнена да сэр проклятые твари так точно кольцо защиты я служу свету это забавно за честь и отвагу звучит неплохо где так конечно тут может наш фонтан отличный план кодема и правда должно быть это и есть тот источник о котором говорится в легенде любой кто испьет воды освещенной божественным светом обретет исцеление куда у него там липсинг пропал я могу помочь я служу свету все что ли ну только звук добавили свет дает мне силу нас разумеется на нас напали конечно что они вообще буквально из воздуха появляются отличный план на что отличный план нам нужно торопиться свет дает мне силу сколько звуков от них раздражительных скелеты уничтожить их немедленно сколько из городу скелета не понял почему не 200 урона наносится все таки по их права и да походу урон триггерный и автор Сделал с учетом брони его, короче Нашли Так Важайна, важайна Да, блин Всё, важайна второго Пока у нас есть Как там, вот Энтонис Можно без ауры гениальности Он, в принципе, сам неплохо Манну нам ресейт Когда надо Смотри на него Жалкий вроде Так, а вот и мостик Эй, ау, ребята Мы вас видим Отличный план Да И ехали дальше За честь и отвагу Чё-то как-то пока С сопротивлением не густо Хроник нету А тут ещё две записи Конечно Походу, вот Судя по последовательности Оно мы уже должны были открыть Из них Разумеется Но я не открыл Отличный план Само его отца Блин Как вы с такой уровнем проработки кампании Автору помогла прийти в гоу Идея Буквально из ниоткуда Создавать зомби Ненавижу Нахера Я не знаю Это относительно дурацкое решение За честь и отвагу Это наверное Худшее Что можно было здесь Придумать даже Вот Например, скелеты Хотя бы Знак железных мечей Использование этого символа Увеличивало атаку Ваших детинцах В ближнем бою Спасибо Вот как Механику знаков Решили юзануть В кои-то веки А то она и в близовских компаниях Редкость большая Буквально Один-два раза За весь Фроузен трон Она есть И все В уроке, конечно Даже И в помине не было Здесь написано Временно уменьшено на один Что за несоответствия Какие-то дикие Конечно Разумеется Отличный план Кстати Пометка Переводчику Дополнительно Лучше переводить Вот С использованием Того стиля Который Близзард Придумали В переводе Рефоржевский Или Софтклабовский Неважно Какой-то один Надо выбрать Вот здесь Ускорять регенерацию Здоровья героя На 2 секунды Да У тебя здесь Написано Скорость Восстановления Здоровья На 1 На 1 Чего В разные стиле Друг от друга Выбиваются Так Вот вам и Чума Что ж Отклонил Отклонил предложение Керинтура О введении Карантина В зараженных Деревнях Он чувствовал Что его народ И без стола Достаточно Обременен Не говоря уже О перспективе Стать пленниками На собственной земле В общем Уже раздражать Начинаю Я толком Продвинуться Не могу Не Ну Если бы Хотя бы Трупы Валялись И потом Они Поднимались Еще Ладно А так Мне показалось Что они Из ниоткуда Появляются Может это Единичная Трупы Или Может Я не заметил Слепой Я Но все-таки Если подумать Это было бы странно Если бы Автор Правду Так сделал Но мне показалось Что он Так и сделал Знак Железной брони Блин Чушь Ты такой Невезучий Какая Спадень Жрец Отличный план Я могу Помочь Какой у тебя план Броня брони Ваших пехотинцев Здоров Этот знак Вы увеличили броню Ваших пехотинцев Спасибо Даргал Метки стрелок Занимающийся обстрелом врагов На расстоянии Обладающий способностью Разгром Может устраивать Обстрел территории Может атаковать Наземные цели И воздушные цели По имя право Укажите цель Вот так вот Прикажете открыть огонь Я служу свету Ладненько По имя право Где он там Куда стрелять Обстреливать его здесь Ну короче Это ракетный удар Свет дает мне силу Разумеется Так А что Мантия Как там Интеллекта Конечно Прикажете открыть огонь Тут тоже Осталось Только без кучки скелетов Или Разумеется Можно сказать Мы их замочили Ага Попались А что они так мало Опыта получают И не пойму Они к этому моменту Уже должны Быть на пределе По сути Да Джайна По идее Отстает от Арсуса Но блин Не мешай мне Так А вот и последняя страница Хроник Мортирные расчеты Мортирные расчеты Составляют группы Мастеров по взрывным устройствам Получающим удовольствие От того Как укрепленные Вражеские огневые точки Превращаются в пуль Благодаря их Инновационным Взрывающимся снарядам Они не только Разворачивают Свои орудия Против укреплений Но используют их Для того Чтобы приорядить Вражеские ряды С помощью Скоечных снаряд Поехали До Брила добрались Зачем два раза подряд По сути Один и тот же текст Показывать Можно было Это в одном Что-то как-то Нас неожиданно Толпа Слила Какая сохранялся В последний раз Войди недавно Потому что я это На автомате Все делаю Так и грузись Плюс быстрее Блять Кстати В этом лесу Прикольный такой звук Слушаете, да? Вот сейчас То, что вот Отфрацмурно Атмосферненький лесок Получается Че Переиграл я В этот раз Разумеется Так, чтобы нормально было Отличное Аккуратнее Да, мой друг Конечно Чтобы не слить Наших целителей Разумеется Так, давайте Просыпайтесь Смертвецы Какие толпы-то, а? Отличный план Наконец-то Чуть не стреляешь, а? Поехали Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Толпа легко С нами расправляется, а? или как на исцеление интересно смотрите баригады привождающий путь камбару все последняя бита походу тут полз баттл будет какой-то полиант опыта кому бы его отдать укажите цель за честь и отвагу жалкий глупец пороемся этом городке все открыто все закрыто теперь я действительно медицинский тракт по имя права конечно же я служу свету они получат по заслуг все готов трудиться драться отличный план что выходи чучело страшное поганище валяется какой он красавец детализированный мы раскрыты братья уходите и продолжайте действовать по нашему плану увы я не могу остаться с вами меня ждут дела блин джайна с артисом пришли какую-то в гости келту за да и смотрят главное чё он делает тогда ладно понятно было на расстоянии они были не успели бы 1 свет придает мне силы кажется это создание собрано из кусков разных тел давай сначала убьем его а потом будем рассматривать ай жуть в игре он еще жучче чем на скрине мясник паханище что бы убить уменьшить урон поганище в ад а как это работает вообще конечно чем могу помочь укажите цель разумеется как прикольно тут свалится фраза про налоги а что там в оригинале он говорил Ну там, блин, делайте, а. Блин, я руну не могу подобрать, она не выделяется. Ребейте вордолагом, чтобы уменьшить характеристики поганища. Ладно. Как бы это сделать абсолютно вот несложно. Эти 50 хп вообще роли не играют. Еще крик под конец. Нужно уничтожить этот амбар. Да, так и сделаем. Повылезал ли гады со всех сторон, а? Да, даже ни одного ящика секретного не осталось, чтобы что-то скилл взять. Печалька. Мы даже 4 уровня не достигли здесь. Как-то странно в этой главе опыт распределяется. Прям вообще крупицу опыта получаем. Не, ну конечно, интересная идея с босс-баттлами, полу-героями и так далее. Но реализовано это так, чтобы любой игрок, даже не умея слать войска через айты, мог пройти. Мне кажется, чуть-чуть можно было усложнить этот айты, будет чуть-чуть малость. Он очень простой на самом-то деле. Как видно, да, идут вурдалаки. Не знаю, какая логика в том, что они ему статы повышают, но они ему повышают. Ты их убиваешь, и он теряет этот баф. Вот. Но их слишком просто убить. Я не знаю. Может, вместо вурдалаков стоило сделать какую-то жижу, охраняемую вурдалаками. Типа очень, ну там, не очень прочную, допустим, на 500 хп, ты ее уничтожаешь, и не просто снимаешь какой-то баф, а наоборот, ты баф даешь этому поганщу. То есть, изначально, чтобы он был сильный, но уничтожая какие-то объекты, ты его делаешь слабее, чтобы тебе было его проще уничтожить. А, допустим, даже вот имея толпу на руках, тебе было бы тяжело его убить. Да, конечно, тут поле боя составлено так, что ты не разбежишься где-либо, тут мало места. Но можно было что-то придумать поинтереснее. Вот. Не знаю. Я, может, уже слишком многого ожидаю от Рерифоржида, но что-то меня это пока все не впечатляет, если честно. Опять же, красиво, прикольно, но не более. Как-то в исходе Орды побольше интересного было. Ну ладно, у нас еще впереди целых две главы. Посмотрим, что там для нас автор приготовил. Там как раз-таки можно и разбежаться, и придумать что-нибудь поинтереснее. Пора держись 30 минут, или просто пройди линейно через лагерь, бейки от Узада. Ну, 100% должен быть босс-баттл какой-то. Надеюсь, интересно. На этом пока все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте в себя, оставляйте комментарии, пишите ваше мнение. Еще увидимся. Всем пока.